Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре Lada Vesta и мой Неваз. Приехал ко мне товарищ. У него свой канал. Vestas называется. Кому интересно автомобиль Vesta, переходите на его канал, смотрите. Сейчас мы что хотим сделать. Смотрите, горочка есть. Сейчас попробуем этот автомобиль загнать. На середине горочки остановим. Сможет ли он тронуться. У него стоит противобуксовочная система. Одно колесо пробуксовывает, колодки подтормаживают его и начинает второе колесо крутиться. У него шипы, резина. Давайте расскажем. Да, ну вот, сама-сам расскажет. Всем здравствуйте. С приветствием всех подписчиков Виталика. Виталий красавчик. Ну, что тебе Виталик рассказать. Стандартная машина Vesta 2018 года выпуска. С двигателем 1.6, 16 клапанов. Так, механическая коробка от Автоваза. По сути, противобуксовочная система, противооткатная. Здесь стоит уже в базе. То есть, это когда стоишь на наклоне. Автомобиль не катится назад путем блокирования колодок. Ну, и перекидывает момент между колесами. В тот момент, когда начинает, допустим, одно колесо шлифовать. На ней стоит зимняя резина. Не совсем штатная, скажем так. Штатная здесь размерность, по-моему, 185 на 65. У тебя 195. Я поставил, проще говоря, это Волга-покрышки. Всем известно. А у тебя 15-й радиус идет? 15-й радиус, но покрышки это Волга-покрышки, я их называю. То есть, значит, получается 65. Это вот это вообще ширина. Резина крупная. Ну, расход, естественно, но зато проходим. И клиренс. То есть, здесь клиренс, можно сказать, почти как на вести свой кросс. За счет того, что эта резина выше, я думаю, вот эта штатная высота где-то на 2 сантиметра меньше. Сейчас, я думаю, где-то примерно одинаково. Ну, плюс-минус там может 0,5 миллиметров. Ну, за 70 тысяч пробега, я думаю, что пружины у меня тоже подсели. Ну, отсюда, в принципе, может наблюдать, что в принципе не шибко низкие автомобили. Сейчас так визуально даже Клеренс посмотрю, визуально не вас. Ну, у него, конечно, повыше, да? Да, визуально даже видно. Ну, каждый в кузове седан сам видишь. Ну, да, конечно, мало, потому что по бордюрам и она не как сайка. Машина грязная. Пробег у тебя какой, сама? Пробег у меня 70. Если есть, нужда, посмотри. Пробег на автомобиле 74. Вот такие колодцы на Вести. 74 тысячи пробега. Салончик. Ну, она у тебя без каких-либо наворотов. Ну, как бы комплектация какая у тебя? Да, никаких вмешательств в конструкции. Единственное, что только дополнительно поставил мультимедиа. Ну, не штатную, скажем так. Не прошивкой. Все сток. Все сток, все стойки, все, все родное. Ничего здесь не менялось. Вот такой есть. Вот и как он вышел с магазином такой остался. Багажничек. Давай посмотрим по объему. Здесь у нас обзор начинается. Тут у меня такой хаос. Творится, что в машине. Ну, все равно, в принципе, смотри, достойный. Багажник большой, да. Все ножки туда же складывают, да, наперед. Не стадом и так. То есть, что-то перевести удобно. Ну, знаешь, я один раз дверь возил и дверь целиком влазит. Единственное, что к рулю очень близко. Ну, да. Парктроники уже стояли, да? Нет, это обманки. А, это обманки. Единственное, у меня здесь... Подожи, это завод так идет? Да. Вот, зачем? Вырезанный уже. А, это чтобы, если, например, дополнительно ты хочешь поставить, уже места вырезанная есть, да? Здесь единственный с комфортом, в моем случае, это-ка дикционер, подогрев передних сидений, подогрев боковых зеркал. Наша, ну, кнопка багажника, сейчас ее нету, здесь она у меня салона. Ну, и все, по сути, АБС так. Обычная машина, которую я хотел за 606 тысяч автомобилей, я думаю. Это 18-й год, да? Это 18-й год. Шесть тысяч я тогда приобретал, да. Вот у меня, в принципе, на, получается, ноябрь тоже 18-го года. Ну, купил я ее в 19-м году. Тоже по цене примерно 600 тысяч. Вот. Веста, не вас, 600 тысяч. Ну, и что по не вискать? В принципе, я вам уже обзор делал. То, что пятидверный, салон большой, сзади сидеть удобно. Ну, и то, что как бы полноприводным считается. И я еще установил на задний мост самоблока ВТ на 9 килограмм преднатяга. Вот сейчас здесь я пытался, сел, машина провалилась, но путем лопат я выехал. Ладно, что, прокатнемся, потесту он по тому. По дорогу, да? Потому что здесь я накатал, саму горочку я накатал. То есть машина здесь не провалится. Мы хотим посмотреть, как передный привод с противобуксовочной системой. Сможет ли он сюда заехать? Давай, пробуй трогаться. Вообще легко. Давай сейчас. Вот здесь. Обороты высокие. Накопал. Вот, смотрите, одно. Одно колесо буксует. Сейчас два колеса. Сейчас вот в натяг, и он заедет. Ну, да. Колеса. Есть такая система, что тягу-тягу перебрасывает на колеса. Левое, правое, левое, правое. И слышно, как тормозные колодки. У меня еще глушитель бьет. Я еще тут, видишь, Виталька же многое зависит не только от системы, а водителя. Я стараюсь немного... Ну, ты в натяг пытаешься? Да, в натягу натянуть, но вообще не хватает немного. А изначально в натяг ты заехал? Почти заехал. Здесь попробуем. Здесь немножко и есть диагоналочка. Вот. Сейчас спустится и попробует сзадим ходом. И попробует сзадим ходом. Давай назад, пробуй. Ага-на! Ага. Это сравнение такое легкое, знаете. Нужна ли Нива, когда есть Веста? Или, например, нужна ли Нива, когда есть там Калина? Ну вот, в принципе, легко вышло, да? И диагоналочка была. Но одно колесо все равно тянет. Я показываю, что это не так. Едем на вторую горочку. Здесь повыше. Здесь я на Ниве заезжал. В принципе, рычагами уже задевал снег. Сейчас посмотрим Весту. Потихонечку подъедет. Ну и заодно попробуем. Скользко, ребят, скользко. Нет, нормально. Нормально, нормально. Боится. Ну, тут уже видно, что клиренс. Веста, естественно, ниже. Все-таки Нива будет в этом вопросе интересней за 600 тысяч. Давайте еще раз посмотрим работу противобуксовочной системы. Как оно перекидывает преднатяг. Да, вот перекинуло, конечно. Простой. Две машины попробовали. Весту сами видели, что она может, в принципе, ехать. Заехал сюда. Но здесь, конечно, ребят, сами понимаете. Веста меня отсюда выдергивала. Вот реально Веста. Опять же, тем тросом, который мне подписчик предоставил. Самат, который на Ниве, ой, на Ниве, на Весте, сам был удивлен от того, что какие-то росы динамические, что он боялся, что будет удар, но удара никакого не было. Так что выбирайте сами за 600 тысяч. Веста, Нива, кому что. Все, давайте, будьте здоровы. Ставьте лайкосы. Когда вот на эту горочку с той стороны заезжали, то есть бугорок высокий. И вот Самат, когда заезжал, он не стал заезжать из-за того, что там у тебя под нечем что-то стало сцеплять, да? Да, там просто получается, Виталь, бампер, он немного получается. Так, визуально, когда смотришь, ровно. Ну да, я смотрел, не было видно, что там ты задеваешь, а ты лишь остановился, говоришь, что чем-то задевал. Конструктивно бампер, именно вот эта часть, она выше у него. Но помимо этой части, там у него еще находятся ниже другие агрегаты. Но войдем к тому, что защита все-таки как никак, да? Плюс вот эти бестолковые локеры. То есть подрамник, видишь, сейчас подрамник пластиковый, да? Он их выламывает, наверное. Они уже не давно вырвуты, я так понимаю. Потом видишь, вот сам подрамник, он сидит уже ниже, видишь? Да. Видишь, пока я бутылки. Подрамник, он сидит ниже, чем вот эта точка. На самом деле, даже отсюда, видо, 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 видо. То есть это выше, там ниже. Да, но подрамник, по факту, это не страшно, я бы сказал. По сути, все остальные узлы там, подушки, датчики, там, шаровые тоже закрыты. Там многие с этим автомобилем состязаются, конечно. Ну, скажем так, это Виталька автомобиль для легкого бездорожья. Но за счет того, что Клирис легкое бездорожье тоже свое понятие имеет. Ну да, конечно. По бордюрам, вот, актуально, вот у нас сейчас, да, в новых микрорайонах есть. То есть бордюры, они же ведь не такие маленькие, они поганые. То есть я вот, допустим, ездию, я не переживаю. Да, вот, частенько у многих, да, на кореецах, да, замечаешь, когда пороги... Да, пороги, да. То за счет вот этой высоты, вот, я не переживаю, на бордюры везде, даже иногда парковаться, когда я за счет этого заскакиваю. Можешь обратить внимание, 75 тысяч пробега в режиме такси. Могу, у меня все пороги целые. Ну, опять же, от водителя тоже. Слушай, а ты что-то клеил, нет? Или это все заводское? Нет, оброняет я сам пленку. А броня пленку? Пленку, да, ну, я так вот. Ну, я понял, понял. Селхозно все отклеивается, это все временное решение. Подвеска. Подвеска тут, в принципе, что рассказать вам, ребят. Подвеска, ну, может сказать, что скопировались Toyota, ну, это, правда, мое такое мнение. Передиконструктивный. Сзади балперы, ножка. Такую балку конструктивную мы можем наблюдать на том же Duster, да, переднеприводном. На Ниссан, на Ниссанах, Альмиера, Рено Логан, Ставвей, в принципе, X-Ray, тоже флагман. Все, так, она, этот. Большой ход подвеска, конечно, имеет, значит, что там говорить. Здесь дохрена мест, где тоже она все равно цветет, как бы ни там, не выход. Вот эти места, да, базаров нет, целые, все, визуально. За это, конечно, хотелось передать автовазовцам, то, что, ну, хватит вот это, да, дурить нас. Машина, как бы, неплохая за свою стоимость, я как бы говорю, но качество автоваза все равно надо поднимать, потому что это тоже негоже. Люди отдают деньги. Да, согласен, согласен. Обидно, конечно, когда, блин, некоторые считают, конечно, что там 600 тысяч, это не деньги, но для меня это деньги. И когда машина начинает свисти, ну, обидно, начинаешь там, как обычно, подкрашивать туда-сюда. У меня пока вот за год, говорю, вот, пока вот я вот недавно делал обзор своей автомашины, 13,5 тысяч, смотрел вот эти, как говорят многие. Ну, пока тоже ничего такого нет. Пока ничего нет. Здесь нет, да. Но все равно со временем все это появится. Хотя я замечал, некоторые нивы, сколы смотришь. У меня, например, скол есть, у меня грунт, есть грунт. У некоторых без грунта. Я не знаю, с чем это связано. С медом? Пене пожгли, солярку пожгли. Два здоровых мужика, им делать нечего. Мы это говорим не для того, это не для нашего удовольствия. Чтобы вы посмотрели, сравнили. Например, вы решили что-то купить, у вас какой-то выбор стоит. Вот, пожалуйста, посмотрите, реально. Все на этом. Не надо там ничего гадать. Посмотрели на наши, так сказать, с осоматом балослои, и решите сами. Ребята, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Комментируйте обязательно. У тебя есть, что сказать людям. А что это так сказать? Всем привет, всего доброго. Подписывайтесь на канал Виталки. Земляки поддерживайте. Как смогли, предоставили видос непрофессионалы. Просто два товарища, общаемся. Немного с коротарием. У каждого свой интерес. У меня Нила Веста. Еще у вас канал как называется? Веста. Вестас, да? У меня канал Вестас. Веста. Веста, Толяцинский автомобильный завод. Все, ребята, давайте пока. Мы помчались дальше. А что дополнить? По поводу самоблока АВТ-шного. Вот когда я сюда засел, снег очень сырой, тяжелый снег. Я здесь провалился. Колеса в нагрузку встали. Вот здесь вот. Включил. То есть, между сего я заблокировал, и у меня крутилось два колеса. То есть, переднее и заднее. Хотя, с самоблоком должно крутиться два колеса. Пока я обороты не дал, включил первую повышенную, обороты не дал. Только тогда начало, сзади стало крутиться у меня два колеса. Поэтому с этим самоблоком пока я тоже не могу разобраться. Но, то, что он работает, самоблок, это однозначно он работает. Просто, когда где-то забуксуешь, нужны обороты. Тогда начинают крутиться два колеса. Это такое дополнение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok